Южный Судан на пороге масштабной гражданской войны. За последние дни убиты тысячи людей. Президент объявил о подавлении попытки военного переворота. Противостояние политическое перерастает в этническое. И вот сегодня боевики обстреляли украинские вертолеты, которые выполняют в этой стране гуманитарную миссию. Со всеми подробностями Андрей Цыплиенко. Украинские вертолеты главный транспорт в Южном Судане. Здесь их называют не иначе, как железными ангелами. И не только за белый цвет. Они доставляют воду, зерно, медикаменты туда, куда, как говорится, только вертолетом можно долететь. В прозвище, которое дали своим машинам сами пилоты, меньше романтики, но больше реализма. Труженики Африки. Спасать чужие жизни для них ежедневная работа. Перед тремя украинскими экипажами миссия ООН поставила вполне мирную задачу. Вывести беженцев из зоны конфликта. Но как только несчастных погрузили на борт, по машинам открыли огонь. Экипажу Вячеслава Горбачева удалось уйти от обстрела. Когда я уже вижу, что вокруг начинается какое-то шевеление, начинают поднимать автоматы, начинается стрельба. Я быстро взлетел. След нам стреляли. В нас не попали. Остальным повезло меньше. У одной из машин пулей перебило маслопровод. Отказал двигатель. А между тем разъярённые повстанцы собирались казнить беженцев. Там есть племяная война, и племя Нуэр уничтожает племя Динка, а племя Динка уничтожает племя Нуэр. Что касается экипажа, думаю, что, может быть, мы бы остались живы. Но это не вариант. Владимир Сизан решил не испытывать судьбу. Он дотянул до ближайшей базы на одном двигателе. Третий украинский вертолёт повстанцы расстреляли почти в упор. Одна куля потрапила в лобовое скло напротив другого пилота. И три кули коло командира поветренного судна. Пальня вытекала, потрапляла в вантажную кабину великоптера. Они сумели подняться, но на подбитой машине далеко не улететь. Сели в незнакомом месте. Пилотов смогли эвакуировать. Вертолёт пришлось бросить. Боевикам до него не добраться, надеется командир. По правилам ООН, пилот может отказаться от полёта в зону боевых действий. Украинцы не отказались. И рискуя собой, спасли 84 жизни. Андрей Цыплиенко, Вадим Ревун. Южный Судан. Подробности телеканал Интер.